Здравствуйте, уважаемые партнеры! В этом видео мы покажем, как настроить учет товара материальных ценностей в личном кабинете KITWENDING. Старт работы и ввод начальных остатков. Перед началом работы убедитесь, что в меню администрирования, планограммы, ингредиенты и товары у вас созданы справочники ингредиентов товаров. А также в меню администрирования, справочники, дополнительные техники, создайте техников и привяжите их к торговым автоматам. Делается через инструмент монитор торговых автоматов редактирования. Для запуска учета товара материальных ценностей выполните ее активацию, как показано на видео. Меню учет ТМЦ, настройки, учет, автоматическое формирование операции при загрузке товара, автоматическое формирование операции при инкассации и загрузке сдачи. Далее необходимо создать такие базовые сущности, как склады, кассы, ингредиенты и товары. Нажимаем добавить и пишем название склада. Для примера название склада будет «Центральный». Создаем мобильный склад. Склады бывают двух типов – стационарные и мобильные. Мобильные склады привязываются к техникам-операторам. Для примера создадим склад под названием «Машина Михалыча». Выбираем тип склада и привязываем к технику-оператору. Нажимаем кнопку «Создать». Далее, по аналогии со складами, создаем денежные кассы. Нажимаем «Добавить». Выбираем тип кассы и нажимаем кнопку «Создать». Создаем мобильную кассу и по аналогии со складами привязываем ее к машине техника-оператора. Далее необходимо создать или импортировать текущий справочник ингредиентов и товаров. Теперь можно задать начальные остатки товаров на складах и, соответственно, денежных средств. Для этого переходим в товарные операции, приходы и возвраты товара. Нажимаем «Добавить», выбираем приход товара, выбираем склад. Допустим, это будет центральный. Выбираем товары. При необходимости указываем количество и закупочную цену. Нажимаем кнопку «Создать». По аналогии можно также поступить и с денежными средствами. Формируем внесение денежных средств. Для примера, пусть это будет центральная касса, которая находится в нашем офисе. Количество купюр укажет 500, сумма купюрами 10 000 рублей, количество монет 1000 и сумма монетами 5000. И нажмем кнопку «Создать». Убеждаемся в том, что операции выполнены. В меню «Учет ТМЦ» – «Остатки товаров» и «Денежный поток». Товарно-денежный учет. В меню «Учет ТМЦ» – «Товарные операции» представлены основные виды товарных операций. Это приходы и возвраты товаров от поставщиков. Списание просроченного товара или испорченного. Перемещение товара между складами. Загрузки и разгрузки торговых автоматов товарами и ингредиентами. Также инвентаризация складов. Типовой цикл перемещения товара состоит обычно из трех операций. Приход товара от поставщика. Перемещение товара в машину оператора. И загрузка торгового автомата. При вводе начальных остатков мы уже сформировали операцию прихода товара. Сформируем теперь перемещение товара с центрального склада в машину техника оператора. Выбираем склад отправитель центральный, склад получатель машины Михалыча, товар ингредиент фанта, количестве 7 штук. Также для примера мы переместим и другие товары, которые присутствуют на нашем центральном складе для полного понимания процесса. Нажимаем кнопку создать и видим информационное сообщение о успешном создании перемещения товара. С помощью инструмента остатки товаров убедитесь, что операция прошла успешно. Операции загрузки и разгрузки торгового автомата формируются в автоматическом режиме при загрузке товарами техникам-операторам через мобильное приложение либо нажатием на кнопку на телеметрическом контроллере. Для примера в данном видео мы загрузим наш торговый автомат по максимуму с помощью веб-интерфейса личного кабинета. С помощью инструмента товарной операции загрузка-разгрузка торговых автоматов мы можем подробно посмотреть количество товара, которое было загружено техникам-операторам. Аналогично показанным операциям выполняются такие операции, как возврат товара поставщику, списание просроченного или испорченного товара, а также инвентаризация склада. Контролировать перемещение товара в системе можно с помощью специальных инструментов. Для этого переходим в отчеты движения товаров. Детализация показывает подробную информацию о перемещении товара каждого типа. Сводный отчет показывает сводку по каждому товару. Сводный отчет по складу показывает информацию о поступлениях продукции на склад и ее, соответственно, отгрузках. Склады операторы. Данный отчет показывает движение товара с центрального склада в машину оператора. Отчет склады операторы ТА показывает перемещение товаров с склада оператора, с машины оператора, по торговый автомат и обратно. Аналогично движению товаров работает и движение денежных средств. Данные отчеты тоже присутствуют в меню ТМЦ. Работа с поставщиками и заказами. Для более глобального контроля товара денежных движений в системе учета ТМЦ Китвендинг предусмотрена работа с поставщиками и заказами. Предварительно в справочниках поставщиков создайте одного или несколько поставщиков товаров. Для примера давайте мы создадим поставщика еды и поставщика воды. В разделе заказы можно сформировать заказ поставщику. Например, выбираем поставщик воды и формируем ему заказ. Как пример, закажем фанты 5 штук и пепси 10 штук. Нажимаем создать заказ и видим, что заказ успешно сформирован. Итак, убеждаемся в успешности создания заказа. Вот наш заказ в статусе «Создан». Когда поставщик его исполнит, необходимо наш заказ вручную перевести в статус «Выполнен». Идем далее. На базе созданного заказа можно сформировать операцию прихода товара на склад и операцию оплаты поставщику. Выбираем склад, куда поступит товар и нажимаем «Создать». Убеждаемся в поступлении товара на стационарный склад. Также в разделе «Заказы» можно получить общую информацию по поставщикам, а также сфотку по товарам, которые в данный момент поступили на склад. Учет платежного оборудования. Система учета товара материальных ценностей «Китвендинг» позволяет обнаруживать подмену и хищение платежного оборудования, установленного в торговые автоматы. Для контроля оборудования, установленного в торговые автоматы, переходим в раздел «Учет ТМЦ», «Оборудование торговые автоматы». Столбец фактически отображает оборудование, которое действительно установлено в торговый автомат. Эту информацию передает телеметрический контроллер «Китбокс». Столбец «Затана» отображает оборудование, которое должно стоять на торговом автомате. Для сверки давайте вручную укажем столбец «Затана». Для этого укажите производителя купюру приемника и его серийный номер. То же самое сделаем и с монетоприемником. Укажем производителя монетоприемника и его серийный номер. Нажимаем кнопку «Добавить» и переходим в раздел «Оборудование». Статус автомата отображается как «Успешный». В случае установки персоналом другого платежного оборудования, такого как купюры приемник, монетоприемник или модуль безналичной оплаты, в данном автомате появится ошибочный статус, сообщающий вам о подмене оборудования. Надеюсь, данное видео будет очень полезно для настроеки учета ТМЦ. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...